Оказывается, бизнес в Магнитогорске голодный. Да, и место от досуга тоже голодный. Вот, казалось бы, распиарили Джазмол, да? Бизнес-центр, альфа-центр. Но покушать там нереально. Так что вкусно было и не задорого. Да есть-то охота, да, действительно. Классы нет. Бизнес с бизнесом. Любовь приходит и уходит. А кушать хочется всегда. Где же покушать-то? Когда ехать? Сколько денег приготовить? Предлагаю вам вариант. За 200 рублей провести бизнес-ланч. Либо перекусить после того, как ваш супермаркет закрылся. Ну, точнее, бутик, расположенный в Джазмоле. И вам захотелось пойти в кинотеатр. В кинотеатр, точнее, перед кинотеатром, необходимо подкрепиться. Потому что редкий фильм длится менее полутора часов. Вот, где подкрепиться? Вот здесь, вот, Герцена 27. Вот сегодня здесь открыто, касается горницы. И сегодня здесь можно покушать, так как я раньше никогда не кушал. То, что вы увидите буквально через 30 секунд, вызовет обильное слюновыделение. Потому что, крепитесь, друзья мои, мне открылось еще одно место с безупречной кухней. Сегодня, сейчас лучшие повара родом из Грузии, жители Магнитогорска и вкуснятка приготовителей горнолыжного центра Абзакова в кафе Горлица, что рядом с Альфа-центром, готовы из бизнес-обеда сделать умоотъедательную вкуснятку. Нет, Михаил Задорнов недавно объявил войну тем, кто коверкает русский язык, включая туда иностранные слова, без причины. Я тоже поддерживаю Михаила Задорнова. И если я коверкаю, то только русские слова, потому что иногда эмоции я не могу перенести он литературным языком. А вот с помощью идиоматических оборотов, да, тем не менее мы пошли дальше. Я объявляю войну всей рекламе, которая сыпется на вас с телевизора, из телевизора. Из этого нечто. Потому что горячая кружка маги, так же, как и лапса-дошадак на обед, это прямой путь язве желудка. То же самое, что и просмотр моих сюжетов натощак, естественно. Потому что, ну, люблю ее покушать. Ну, как говорится, люблю ее макароны. Не совсем понимаю, как же ситуацию, которая сложилась в городе Медогор. Потому что, ну, согласитесь, покушать захотелось в центре города, так же, как, ну, справить естественно надо, если за столом будет сказано. А негде. Но это только Россия. Согласитесь, в Москве можно покушать. Вот. А бедные жители Альфа-центра, вот действительно бедные, где же там покушать? Что можно кофейку попить? Ну, это тоже язва желудка. Теперь можно. Прямо выходите вот сюда, в сторону вокзала. Посмотрите, по той же самой улице. Только не Герцена 6, а Герцена 27. Ровно 150 метров. Кафе Горлица. Вот. Сегодня и сейчас сюда вдохнули новую жизнь. И если вы хотите по-нормальному покушать, так вот вам на обед салат Астория, солянка, ну, чуть позже будут пельмени. Вот. И скажу вам честно говоря, что если вы предпочитаете обедать дешевой колбасой, вот, то язва опять же желудка вам беспечна. Ну, извините, сегодня будет много медицинских первых. Астория. Сверый салат из болгарского перца. Я вижу здесь немонтик. Ветчина, кстати, непростая, колбаса, которую, ну, вам в другом месте положено. Потому что, знаете, цветовые красители и все остальное. А вот здесь все нормальное. И огурец. Судя по тому, как подседает. Что это, скажу вам, что главный аромат салата Астория, это все-таки сверость. Раз мы говорим про сверость, то есть несколько блюд. При вопросе, по свежести которых, на вас посмотрят в недоумении. Потому что борщ должен быть настоящийся. Солянка должна быть настоящейся. Свежий суп, ну, это как-то не совсем грамотно звучит. Так вот здесь, в кафе Горлица, солянку готовят с вечера. И весь следующий день вы будете чувствовать настоявшуюся ароматную цветовую гамму. Я первый же раз попробую и скажу вам, что я такой специалист в приготовлении солянки. Солянка от Алексея Челейкина. Стоит полторы тысячи рублей за небольшую кастрюльку. Потому что я-то знаю, с чего ее делать. И умею ее готовить. Но времени у меня столько нету. Потому что, ну, приходится вас баловать сюжетиками. Вот, солянка. Солянка должна быть с копченой. Копченая колбаска, форма мяса. Личина. Оливки, естественно. И там уже по вкусу. Хотя солянка, сортов бывает морем. Здесь солянка, кстати, из рыбы. Давайте попробуем. И скажем, стоит ли... Альфа Центрель. Что-то здесь еще рядышком есть. Тут рядышком... Теорийный поселок, кстати. Поселок Крыловых. Я вот не совсем понимаю, почему я здесь не вижу его жителей забивать. Ну, чем они питаются? Скоро они будут питаться здесь. Ну, и вы можете попробовать это сделать. Кстати, что касается кафе Горлица. Вот эти блюда готовят очень быстро. Потому что нет готовят. Ну, соответственно, вот здесь можно сделать хороший проходничок такой. Куда можно приехать покушать? Причем, приехать покушать можно в 10 часов утра. Что касается солянки. Вот пятибалльность скидет, поцепит. Я ей даю заслуженные пять баллов. Ну, и вот нам принесли то, без чего сейчас вечерний стол в редкостью не обходится. Вот скажу, что, извините, мысль приготовить пельмени по-быстрому у меня давно уже отпало. Вот, мысль будет покупать пельмени от Пала-Оттагаса. Потому что, ну, все время мясо и все остальное. И, кстати, пельменные закончились. Вы, кстати, можете попытаться проверить. Пельмени вот кафе Горлица и другие. Ну, что-то говорится, без обедняков и всего остального. Но последняя пельмена, которая меня радовала вкусом настоящих пельменей, закончилась она, в правде, тридцать шесть. Вот, у нас, в правде, тридцать четыре, это мой родной дом. Да, к сожалению, люди стали использовать табличку. Кафе Горлица, пельмени самолепные. Фарш, естественно, из говядины, свинины. Ну, надели заказ, делают из баранины. Хотите, из эсситрины. А, кстати, тут хозяин, ну, точнее, один из учредителей кафе Горлица. Это великолепный охотник. Ну, если вы его фильм попросите, если вы принесете медвежатину, хо-хо-хо, ну, пельмени с медвежатиной, с лосятиной. Я так понимаю, они уже все, они уже там падают, потому что, ну, понимают, о чем я говорю. Для пельменей. Во-первых, сметанка, во-вторых, соус от Сибири, во-третьих, если уху что-то нравится, тоже сделаю. Попробуем. Ясс, я почувствовал тот запах перца. Не тот запах перца, который, ну, уже давно отсутствует. А вот, видать, все-таки, да, специи везутся оттуда. Фильм я не смотрел, но попытаюсь делать. Ну, наконец-то. Я вспомнил то время, когда мы с коллегами, на десятое блюдо в Песминском районе, в Аргенском, в Харталинском, пробовали пельмени. Потому что, извините, без пельмени телевидение, это слова, не отправляли никуда. Вы видели мои первые впечатления? Так вот, я вспомнил этот вкус пельмени. И, наверное, все-таки здесь, в какой-то город Смесорок, стоит еще там. Чугунок, помните? Которое мясо рубило. Не делал из него пасту. Непонятную суспензию, которую сейчас добавляют. После первой и вторым пельменем переживших и большом. Теперь тот процент совсем забыл. Тесто. Тесто пельменное должно сохранять вкус фарша бульонового. Если его нет, то все, это не пельмени, это уже субстанция какая-то. Запельмени канающие. Не канающие, простите. А вот здесь перемешки на вкус. Как там? Пастички забыты. А еще они смажутся. А в маску добавлены уксус. Ум отъешь. Это можно сделать буквально за какой-то обеденный перерыв. Потому что здесь работает тысяча людей. Варфо-центре. И приходят сюда, в гости. А только никто не знает. Вообще никто не знал. До поры до времени. Ну что, рядом расположено то место, которое дает вам возможность сказать здоровую, качественную пищу из-за недорога. Вот солянка, пельмени. Я уже не могу ничего сказать. Потому что я до этого еще закинул себя в салатик. Такую историю. И при этом заплатил за все это сумму 150 рублей. Эквивалентную бизнес-лайнеру. Таких распиаренных. Центр. Которые готовят. Не блюдо одно на вас, любимое. А одно блюдо на 200-300 человек. Сами подумайте. Какой блюдо нет. Ну а в оконцовке этого будем надеяться дельного совета о том, как и где вкусно пообедать, да и в принципе поужинать. Здесь можно это сделать. И еще раз напомню. Где это чудо-заведение находится? Там же, где Альфа-центр и Джаз Молл и естественно Кронверк Синева в Герцена 27. Культурный и деловой центр Ленинского района.